Продолжение следует... Смотрите, у нас с вами горчичничка такая, знаете, стеклянный низ и серебряная крышечка открытая, да, и на такой серебряной тарелочке стоит. Давайте начнем. Смотрите, мы уже протерли носочком, да, носочком протерли свет, рефлекс, да, у нас свет слева. А теперь начинаем шкрябать, и вот это пятно превращается в самое настоящее стеклянное строение. Давайте мизинчик поставили и пошли. Рефлекс. Рефлекс. Самый сильный рефлекс сюда попадет, вот в эту полосочку, так, вниз немножечко. Вот, 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 и вверх расплавили рефлексик. Сначала со стеклом работаем. Давайте вот вторая полосочка тоже будет иметь маленький рефлексик. Знаете, такие цилиндрические стаканчики, которые, ну, рубленные, граненые, граненые стаканчики. А здесь вот такая голландская, очень красивая горчичничка. Так, это у нас свет темный. И вот очень важно было вот что сделать. Прижать этот свет темный, это краплак арарат на свет. Прижать его для того, чтобы на него поставить бличок. Смотрите, где еще штребанем. Полутон закругляющий немножко. Опять же, то ли есть, то ли нет этот рефлексик. Как бы с этой стороны, да. Получается, на месте полутона закругляющего тоже вот такой вот отцвет отсюда, да. Дальше. Вот она у нас стеклянная есть уже, но нам надо сделать, на чем стоит. А стоит она на овале, который тоже чуть-чуть рублененький. И вот давайте овал. И вот так вот. Свет небольшой. И вот сюда. Что там еще есть? Там еще есть донышко. Давайте это донышко. Как будто бы просвечивается, и мы его покажем. И теперь, смотрите, самое интересное. Возьмем тоненькую кисточку. Белилка. Вот где бличок будет, да. И все. Ну, хотите вы здесь небольшой тоже. Кусочек белилка оставляем вот так. Хотите, вот здесь можно парочку бличков поставить. Все, уже стекляшка есть. Дальше. На эту стекляшку надо одеть серебряный цилиндрик. Так, давайте, вот его пойдет овал. Свет 2 полутона. Овал где-то полкара 2 миллиметра. Так. На бока овала не заходим. И вот смотрите, где еще пойдет овал. Вот там немножко пойдет. Ох. Так. И все. Вот по этой линии делаем свет железненькой крышечки. Ну, я не думаю, что это серебро. Просто вот такая вот железненькая крышечка. Вот она. Смотрите, как предполагаемое. Даже железо делается лезвием. Посмотрите. Свет и блик очень сконцентрированы. И вот сзади тоже, смотрите, там внутри тоже пойдет. Смотрите, вот свет и парочку полутонов в одну и в другую сторону дадут возможность ему, этому свету разлиться по этой круглой хвосткости. Так. Пошли дальше. Вот здесь вот еще хочу такой сделать просвет небольшой. Крышечка. Вот она пойдет. Давайте сначала овалы просмотрим. Вот. Вот крышечка пойдет. Потом пойдет плоскенько вот так. Так. И потом пойдет набалдашничек маленький вот такой. Так. И вот здесь замочек пойдет. Ну, этот замочек, знаете, то ли есть, то ли нет. Вот самое главное, что нам надо. Смотрите, след на цилиндрике крышечки. плоскенький цилиндрик. Вот он. И вот набалдашничек. И можно вот здесь чуть-чуть пройтись по свету этой крышечки. Немножко, потому что она в тени находится. Вот так вот так вот есть. И смотрите, как интересно было бы туда окунуть ложку. Там такая ложечка есть, вставленная для горчички. Хобальд фиолетовый аромат. Она тоже серебряная. И давайте вставим ее. Вот так пойдет. Ложечка. И смотрите, вон она пойдет туда. Вот туда она пойдет. И там она типа чуть-чуть будет просвечиваться. Чуть-чуть ложечка для горчички. И как бы нам так сделать, чтобы она и была и в то же время не мешала нам. А вот как. Мы ее толщиночку забликуем. Вот она. А эту успокоим немножко. Да и вот эту тоже можно внутренней ложечки забликовать. Она же попадет у нас на территорию рефлекса. Вот как будто бы то ли есть, то ли нет. Ну все. Здесь основное мы сделали у этого стекла. Да потом, конечно, мы еще и добавим пастозика немного. Позже. Сейчас самое главное показать вам, как работает лезвие. Ну и, конечно, вот бличок, белилка. Вот она. На самом верхнем цвету на блике. так, все. Ну и вот эту тарелочку тоже можно сделать. Сначала просматриваем овал. Она тоже серебряная. самое главное найти место света. И вот боюсь вот здесь нажать. Вот место света у этой тарелочки. А потом полутон сюда-сюда и она будет готова. И вот здесь у нас есть разбросанные какао-бобы. Их тоже можно как бы чуть-чуть скребануть. Сначала свет, а потом чуть-чуть два полутончика и сразу они будут как бы конструктивные и какой формы точно вы будете показывать людям. То есть вот это драгоценное лезвие оно очень много действий делает. Конструкцию предмета, его материальность, да еще и вдобавок приносит удовольствие самому художнику, который рисует этим предметом. Главное, чтобы он был остренький. Поэтому надо несколько пачек лезвий иметь, когда пишете огромный натюрморт. тюрморт. Так, что это м лезвий Субтитры создавал DimaTorzok